Вряд ли найдется хотя бы один человек, который не знает киножурнал «Гералаш». Эти веселые истории смотрели многие из нас, влюбляясь в них все больше с каждой новой серией. Создатель киножурнала подарил целую эпоху, в которой миллионы людей учились из любой неразберихи находить выход. Дети и гости Орленка, как никто другой, помнят автора всеми любимого «Гералаша». В январе Борис Грачевский ушел из жизни. В памяти режиссера во Всероссийском детском центре прошли тематические мероприятия. На месте событий побывала наша съемочная группа. Для меня это очень важная часть моей жизни. Так отзывался Борис Грачевский об Орленке. Почетный член Орляской семьи более 40 лет подряд приезжал во Всероссийский детский центр, проводил творческие встречи и мастер-классы. В Орленке было снято более 10 сюжетов «Яралаша». На экранах лагеря гремели только самые смешные и трогательные премьеры. Борис Грачевский обладал не только редким талантом киноискусства, но и безграничной энергией, способной заряжать всех вокруг. На протяжении долгих лет в Орленке папа Яралаша многим детям давал возможность раскрывать свои творческие способности в рамках авторского проекта и фестиваля визуальных искусств, который он возглавлял не один год. Сегодня Бориса Юрьевича и его творчество вспоминают друзья и коллеги. Он же пел, он же готовил номера для открытия фестиваля. Он всегда это делал с огромной душой и с огромным талантом. Создать любимый миллионами киножурнал Борису Юрьевичу удалось благодаря его внутреннему ощущению. Он чувствовал себя 12-летним мальчишкой и, как никто другой, знал, что интересно детям. Почти полвека талантливый режиссер поднимал настроение зрителям оригинальными подходами. И даже после смерти Бориса Грачевского Иралаш продолжает радовать и учить его зрителей своими историями. Меня он научил то, что никогда не надо сдаваться, то, что надо всегда быть смешным человеком, то, что надо всем помогать, быть добрым. Многим детям Борис Грачевский открыл мир театра и кино. Целые судьбы начинались со съемочной площадки Иралаша. Тем, кому доводилось лично общаться и работать с Борисом Юрьевичем, не могут не отметить его открытость и искренность. Он создавал замечательные условия для того, чтобы всем было весело, комфортно и чтобы все любили друг друга. Вот это тоже прекрасный дар, когда ты не просто работаешь, а работаешь в дружбе, в любви. Создатель Иралаша оставил нестираемый след в жизни многих людей. Тысячи орлят, приезжавшие в страну детства, всегда вспоминают о Борисе Грачевском и его работах, которые каждый день дарят улыбки детям.